Девушки отдыхают Взгляд со стороны. Независимые наблюдатели подвели итоги голосования. Насколько справедливыми были эти выборы? Выявили ли они нарушения? Как оценили активность избирателей? Не время. В Казахстане хотят отложить внедрение обязательного дополнительного пенсионного взноса от работодателя. На какой срок? С чем это связано? Шансы на победу в Мундиале. Искусственный интеллект сделал прогноз о победителе чемпионата мира по футболу. О какой сборной идет речь? Какие критерии вошли в основу анализа? И совпадает ли это мнение с прогнозами экспертов? Касым Жумар Тукаев одержал победу на внеочередных выборах президента. По предварительным данным Центра избиркома он набрал 81,31% голосов. За действующего главу государства в бюллетене поставили галочку более 6 миллионов казахстанцев. И уже сегодня Тукаев начал принимать поздравления от своих зарубежных коллег. Динара Нургалиева знает подробности. Динара, как на результаты выборов отреагировали другие кандидаты? Добрый вечер. Реакция последовала практически сразу после объявления данных Exit Pool. Ведь, как мы видим, сегодня цифры независимых опросов и предварительные данные ЦИК не сильно отличаются. Победу одержал Касым Жумар Тукаев, набрав 81,31% голосов. Ну а на втором месте оказалась графа «Против всех». Ее выбрали 5,8% респондентов. Это более 460 тысяч человек. За «Жигулида» и «Рабаева» проголосовали 3,4% избирателей. Следом с минимальным отрывом идут Караката Абден и Мирам Кожике. Они набрали 2,6-2,5%. Дали Наруана Луизбаев 2,2%. Этот рейтинг замыкает Салтана Турсенбекова. За нее поставили галочку 2,1% избирателей. Это 168 тысяч 731 респондента. Однако, несмотря на результат, Салтана Турсенбекова не считает себя проигравшей. У каждого кандидата своя победа. Моя победа заключается в том, что мне удалось вывести на новый уровень статус женщины-политика. Я буду реализовывать все свои обещания перед народом. По итогам голосования интересное заявление сделал и Мирам Кожикен. Кандидат в президенты намерен остаться в политике и даже основать партию. В этом мне помогут мои единомышленники по созданию политической партии «Энтемак». Я остаюсь в политике. Кандидат Каракат Абден, которая попала в тройку лидеров, в своем обращении вспомнила блогеров, которые подвергли хейту ее программу. Даже незаконные действия со стороны блогеров не смогли меня сломить. Сейчас я планирую призвать их к ответственности. Нурланов Исбаев заявил, что для предвыборной кампании было очень мало времени, но несмотря на результаты президентских выборов, он и его однопартийцы выстраивают новые планы. Не во всех регионах знают нашу партию. Проведя работу над ошибками, мы прошли подготовку и намерены принять участие в предстоящих парламентских выборах. А Жигули Дайрабаев, который стал вторым после действующего президента, заверил, что продолжит работу во благо сельских жителей. Жители сел верят нам. Мы продолжим ради будущего наших сел и аграрной сферы. Под гим Казахстана вместе с молодыми избирателями встретил свою победу Касым Жумартукаев. Глава государства отметил, что эти выборы стали исторически важными и проявленное доверие народа будет оправдано. Доверие народа – это самая главная ценность. Поэтому я думаю, что мы должны оправдать доверие народа. Всего на этих выборах отмечена явка около 70% казахстанцев от общего числа избирателей. Это более 8 миллионов 300 тысяч человек. Официальные результаты голосования будут объявлены на этой неделе. Динара Нургалиева, Дидарь Елиов, Информбюро, Астана. Спасибо, Динара. 88% казахстанских избирателей за рубежом приняли участие во внеочередных выборах президента Казахстана. Всего за границей сейчас 12 841 соотечественник. И правом голоса воспользовались больше 11 тысяч человек. Больше всего проголосовавших казахстанцев в России – 2600 человек. Далее – те, кто прибывает в Турции – 1423 гражданина. И почти 600 казахстанцев заполнили бюллетени на избирательных участках Узбекистана. Как отметил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбекс Мадияров, все участковые избирательные комиссии за границей завершили свою работу. Последний пункт закрылся сегодня утром в Сан-Франциско. Наблюдалась высокая активность голосующих среди казахстанцев за рубежом. При загранучреждениях в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек. И сегодня же наблюдатели от международных организаций рассказали о процессе голосования. Большинство миссий грубых нарушений не зафиксировали. А низкую явку избирателей в Астане, Алматы и Шимкенте объяснили тем, что многие люди на выходные уезжают из города. А наблюдатели от ОВСЕ заявили об отсутствии конкуренции среди кандидатов и непрозрачности процесса подсчета голосов. Полина Булава расскажет подробнее. За выборами президента в Казахстане следили около 600 наблюдателей. Многие отметили большую активность избирателей и хорошую организацию процесса. Также наблюдатели оценили положительно и предвыборную агитацию кандидатов в президенты. Глава миссии от СНГ Сергей Лебедев отметил, что в ходе предвыборной кампании кандидаты не применяли методы грязного пиара. Отсутствие каких-либо нарушений законодательства во время всего процесса отметили в миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества. Подготовка и проведение выборов были проведены дисциплинированно, хорошо организовано. Все проходило спокойно и порядочно. Все избиратели проявили большую активность. В организации тюркских государств же рассказали о прозрачности и конкурентности на внеочередных выборах. По словам заместителя главного секретаря организации, выборы соответствовали международным стандартам. Миссия ОТГ посетила 16 избирательных участков и не увидела никаких доказательств нарушений или вмешательства административных и правоохранительных органов в деятельность избирательных участков. Миссия не увидела никаких попыток влияния из дне на избирателей. Всем избирателям был дан полный доступ к избирательным участкам и была получена необходимая информация от официальных лиц на избирательных участках. Наблюдатели ОБСЕ оценили процесс голосования положительно в первой части дня. Однако, некоторую критику выразили в отношении ко второй части дня, а именно сообщили об отсутствии прозрачности процедуры подсчета голосов. Также обратили внимание на недостаток конкуренции среди кандидатов. Однако, отметили и положительные стороны, как технические изменения для участия в выборах людей с ограниченными возможностями, учебные занятия для комиссий ниже стоящего уровня и другое. Введение обязательных пенсионных взносов работодателям могут отложить еще на год. Проект постановления о новом порядке 5-процентных отчислений появился на сайте Открытая НПА. С 2024 года обязательный взнос составит 1,5% и каждый год будет увеличиваться на 1%. Таким образом, 5-процентный порог отчислений начнет действовать с 2028 года. 5-процентное обязательное отчисление планировали ввести с 1 января 2018 года, однако неоднократно переносили. Сейчас документ доступен для публичного обсуждения до 2 декабря. Очередной перенос сроков по задумке инициаторов поможет снизить финансовую нагрузку на работодателей. Напомню, по новым правилам работодатели обяжут вносить в пенсионный фонд дополнительные 5% от дохода сотрудников и собственных средств. Также с 1 января следующего года начнет действовать единый платеж из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Предполагается, что он упростит исчисление налогов с заработной платы и снизит налоговую нагрузку. Ставку платежа утвердили на уровне 21,5%, а к 2027 году она немного превысит 26%. Лекарства для казахстанцев могут стать недоступной роскошью. С каждым месяцем стоимость препаратов растет. Так, с начала года медикаменты подорожали в среднем больше, чем на 13%, а некоторые позиции на все 70%, отмечают фармацевты. Из чего складывается стоимость лекарств для потребителей и как казахстанцы выходят из затруднительного положения, узнавала Анастасия Новикова. Болеть для многих казахстанцев стало не по карману. Фармацевтическая продукция выросла в цене. И в сезон ОРВИ гриппа на лекарства уходит значительная часть заработной платы. Аналитики подсчитали. Цены на медицинские препараты за год в среднем выросли на 13,3%. Больше всего ощутили удорожание жители Алматы. Здесь стоимость медикаментов взлетела на 17,5%. Следом в антирейтинге Мангистауской области. В Актюбинской области прайсы в аптеках выросли на 16,7%. Провизоры в аптеках говорят, болеть люди меньше не стали, а значит и покупать лекарства. Правда, больше внимания начали уделять своему иммунитету. Чаще берут витамины и БАДы. А противовирусным, антибиотикам и другим препаратам ищут аналоги. Берут лекарства, то, что врачи назначают, но некоторые бывают именно аналоги ищут, подешевле. Именно российские производители или которые по цене идут, так можно сказать, среднедоступны. По словам специалистов, некоторые лекарственные средства подорожали больше, чем на 13%. Первая причина – логистика. Сначала были перебои с поставками. Сейчас транспортировать лекарства приходится через Турцию и Азербайджан морскими путями, что намного дороже. По данным экспертов, влияние оказывают и установленные на лекарства предельные цены. Заведомо стоимость некоторых препаратов дает возможность накручивать оптовым компаниям 70-80-90% по некоторым позициям. По Казахстану у нас потребность в лекарствах больше 2 миллиарда долларов. Больше 2 миллиарда долларов. Если исходить из этой арифметики, то давайте грубо возьмем, что на миллиард 300 приходят лекарства, а остальные 800 миллионов долларов – это имеют посредники. По словам специалистов, накрутка самих аптек всего около 15%. Из-за того, что продавать выше предельных цен нельзя, фармацевты уходят в минус или с рынка вообще. А с полок аптек продолжают пропадать некоторые позиции лекарств. В ассоциации независимых аптек уже обратились в Минздрав и агентство по защите конкуренции. Через несколько недель в столице состоится форум фармацевтов, на котором поднимут проблемы покупателей и предпринимателей. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информбюро Шемкент. 9 лет лишения свободы получила создательница финансовой пирамиды в Караганде. Организация «Лидер Капитал-168» работала 5 лет в Карагандинской и Павлодарской областях и даже имела почетные грамоты от Национального банка. Потерпевшими стали порядка 400 человек. Многие вкладчики пользовались услугами компании «Лидер Капитал-168» на протяжении 5 лет и до последнего считали, что это микрофинансовая организация. Все эти годы фирма исправно платила обещанные проценты, и лишь в пандемию начались проблемы. Граждане вкладывали суммы от 200 тысяч до 25 миллионов тенге, а в валюте до 30 тысяч евро. Вознаграждения получали больше, чем в банках, но меньше, чем в других финансовых пирамидах. В договоре было указано, что вклады застрахованы в одной из страховых компаний. Правда, позже клиенты узнали, что страховали их жизнь, а не деньги. Общий ущерб составил 180 миллионов тенге. Директора Ирину Яковлеву суд приговорил к 9 годам лишения свободы запретом занимать руководящие должности в финансовых, банковских и страховых организациях. Организатор привлекала инвестиции с условием получения ежегодного дохода в размере до 24%, если эти вложения были в национальной валюте, и 6% в валюте в год. Либо 5% ежемесячно от суммы доли, которую внесли вкладчики. Продолжаем эфир. В октябре ученики одной из городских школ 5 лет ждут, когда им создадут комфортные условия для учебы. За счет бюджета им обещали возвести пристройку к основному зданию, чтобы расширить площадь в переполненном учебном заведении. Вот только время идет, а проблема не решается. Лейла Оесова расскажет подробнее. Вторая школа – одна из самых старейших в Актюбинской области. Три года назад она уже отметила 100-летний юбилей. Школа рассчитана на 900 мест, однако здесь учатся 1600 детей. Родители уже несколько лет просят построить пристройку, но вопрос затянулся. У Альмиры Кенжиной здесь учатся особенные дети. Инклюзивный первый класс открыли в этом году. Но школа сильно перегружена, говорит молодая мама. Она, как и другие родители, просит власти построить здесь для начального звена отдельный учебный корпус. Дополнительно искать кабинет, дополнительно открывать отдельный класс для инклюзивников, потому что это тоже, говорю, должно быть небольшой класс, небольшое количество детей. Также, получается, с каждым моим ребёнком идёт дополнительный тьютер, то есть сопровождающий педагог. Получается, помимо детей, 19 детей, ещё три педагога в классе. Глава попечительского совета школы Айбас-Урмбасарулы уже пять лет добивается выделения средств на возведение пристройки. Но проект остаётся на бумаге, а стоимость работы и стройматериалов растёт с каждым днём. И всё это в конечном итоге отразится на качестве здания. Это одни обещания. Вы понимаете, вот эта проблема, она не должна касаться вообще родителей, это должно касаться непосредственно чиновников, но они вообще бездействуют. Ещё одна проблема – пришкольный участок, который когда-то продали предпринимателю под СТО. Теперь чиновники намерены через суд вернуть территорию. Это при том, что часть школьного стадиона займёт пристройка. Она обойдётся казне в 900 миллионов тенге. В Акимате сообщили, бюджетную заявку подали только в этом году. Её ещё должны одобрить на сессии областного маслехата. Проектно-сметная документация готова. Оно было начато в 2021 году. В 2022 году, в текущем году, в июле месяце, было получено положительное заключение государственной экспертизы. То есть уже на 2023 год мы данный проект включили для финансирования. Между тем, дефицит ученических мест уже достиг 16 тысяч. В регионе сейчас 5 трёхсменных и 4 аварийные школы. Чтобы их разгрузить до 2025 года. В планах строительство порядка 20 объектов. Только в этом году около 3 миллиардов тенге направили на строительство 14 школ на 4 тысячи ученических мест. Лейла Уэсова, Жумар Садебергенов, Информбюро, Октубе. Компания IBC Group помогает поступать в американские вузы уже 4 года. И предоставляет уникальную возможность получить знания в США. Основной продукт компании – программа Work and Study USA, говорят сотрудники. Образовательная программа даёт возможность учиться и работать в США. С подробностями Жамал Кабдулина. IBC Group номер один по образованию в США и имеет 12 офисов по всему миру на рынке с 2018 года. Эксперты IBC Group на постоянной основе проводят мастер-классы, готовят к поступлению в США, помогают в социальной адаптации за границей. А студенты компании могут даже открыть свой бизнес в США. И, конечно, мы хотели воспользоваться этим моментом. И открыли бизнес, трекинговую компанию, взяли в аренду машины. В рамках своих программ IBC Group отправили в Америку более тысячи человек. Цель – повысить этот показатель до 10 тысяч. Чтобы они поехали в Америку, подняли уровень английского языка, получили американское образование, американский опыт работы. И уже с этим бэкграундом вернулись в Казахстан, поднимать нашу экономику. IBC Group помогает получить разные виды виз, но основное направление – получение студенческой визы по программе Work and Study USA. Work and Study – это означает работа и учеба в США. То есть, что это значит? Наши студенты имеют право там обучаясь, потом пройти стажировку и уже официально устраиваться на работу, уже по специальности, которую они окончили. Следуй за своей мечтой и получи доступное образование. Такой девиз у компании IBC Group. Для этого нужно обратиться на официальный сайт компании или написать в инстаграм по адресу ibsgroup.kz. Жамал Габдулина, Влад Шишко, Информбюро, Алма-Ата. В Актау открылся первый учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов военно-морских сил. До этого такой базы в Казахстане не было. Стоимость проекта превысила 2 миллиарда тенге. Уже через пару дней здесь начнутся первые занятия. Все подробности в нашем материале. В Актау распахнул дверь и учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов военно-морских сил. Это первый и пока единственный подобный центр в стране, говорят представители проекта. Здесь водолазы будут изучать и теорию, и практику, но занятия будут проходить в разных корпусах. В классах смогут заниматься до 20 человек. Есть у нас специальное оборудование для разных манипуляций под водой. Комплекс возвели в промзоне Актау. Подготовку здесь будут проходить как военные, так и гражданские водолазы. Глубина этого бассейна 5 метров. Это именно те параметры, которые необходимы для таких занятий. Профессия водолаза опасная и сложная, поэтому важно изучить все до мелочей. И такой комплекс был необходим, говорят специалисты. Данный комплекс водолазный, он именно и направлен на то, чтобы формировать и подготавливать навыки, навыки специалиста, навыки водолаза, чтобы он не боялся работать в воде, не боялся делать какие-то вещи в первый раз, не боялся десантировать, производить десантирование с вертолета, не боялся подходить к судну под водой, не боялся разминировать. Строительство объекта началось в сентябре прошлого года. Площадь участка составляет 10 гектаров. Стоимость объекта более 2 миллиардов тенге. При строительстве использовались стройматериалы казахстанского производства, отмечают специалисты. Технология же и система водоподготовки были закуплены за рубежом. Это насосы, специфические водолазные костюмы и оборудование. Отмечается, что комплекс возведен для повышения обороноспособности страны и инженерно-технического потенциала региона. Мадина Исюбаева, Махават Нуржанулы, Информбюро ОКТАУ. Искусственный интеллект предсказал победителя чемпионата мира по футболу. Чтобы определить потенциального фаворита, программа провела больше 100 тысяч игровых симуляций. Была учтена не только статистика команд, но и стоимость игроков, и даже экономическое положение страны. Над экспериментом работали больше 100 ученых из разных стран. Как распределились шансы и чем еще запомнился прошедший день чемпионата, расскажет Елена Меньшова. Вероятность победы Бразилии компьютер оценил в 15%. А пятерка фаворитов, по мнению умной машины, выглядит так. На втором месте Аргентина. Ее шансы на победу чуть выше 11%. Следом расположились Нидерланды и Германия. Замыкает топ-5 сборная Франции. Шансы действующего чемпиона искусственный интеллект оценил в 9,1%. А для команды-хозяйки сборной Катара чемпионат начался с неудачи. Накануне сборная Эквадора уверенно разделалась с соперником. Счет 0-2. Это огромный успех – выиграть 2-0 в первой же игре. И мы тоже внесли свой вклад в победу. Мы поддерживали игроков и дарили им позитивную энергию. Мы рассчитываем минимум на выход в финал. Или даже на победу. Пока в Катаре празднуют победу, в Германии устроили траурный флешмоб. Активисты зажгли 20 тысяч свечей на футбольном поле. В память о рабочих нелегалах, погибших на стройках, спортивных объектов Мундиаля. Европейские правозащитники уверяют, что счет идет на сотни, а то и тысячи человек. Причина – желание организаторов сэкономить на безопасности труда. Похожая акция прошла и в Париже. Я призываю бойкотировать чемпионат. Если организаторы и рекламодатели понесут убытки, это заставит их в будущем уделять должное внимание правам человека и вопросам безопасности. А сборная Испании, которая уже 23 ноября должна выйти на поле против Коста-Рики, может лишиться сразу семерых игроков. Футболисты простудились. Подвел влажный местный климат и кондиционеры. Среди заболевших и Альвара Мората, основной нападающей сборной. Сегодня пройдут два матча в группах А и Б. Англия выйдет на поле против Ирана, а Сенегал сыграет с Нидерландами. Сенегалу, который накануне чемпионата остался без ведущего форварда Сайдио Мане, придется не сладко. А уже в пятницу им предстоит встретиться со сборной Катара. В Казахстан пришли морозы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют до минус 28 градусов. В некоторых регионах объявили штормовое предупреждение. Врачи предупреждают, что с холодами идет волна простудных заболеваний. Как защитить себя от вирусов и мороза, расскажет Нина Шаппо. С приходом холодов нелегко становится тем, кто вынужден работать на улице. Чинара много лет торгует теплой обувью на Костанайском рынке. Несмотря на сильный мороз, женщина сегодня все же вышла на работу. В надежде продать популярный с приходом холодов товар. Правда, пришла попозже, так как с утра было минус 25 градусов. Женщина, как никто, знает, что самая лучшая обувь в холодных регионах – валенки. Дома одевают. Они прям чёпленькие, подошвем есть, без подошвей. Они прям на ноги теплее и носятся хорошо, лёгкие. Отличные прям, как домашние. Кто-то на улице одевает. В Костанайской области уже второй день стоят морозы, но синоптики предупреждают, что будет ещё холоднее. На севере-востоке и в центральной части страны столбик термометра опустится до минус 28 градусов. В этих же регионах ожидается метель, ветер, туман и гололёд. Штормовое предупреждение рассылают жителям Североказахстанской и Жамбылской области. Там ожидается ливень с сильными порывами ветра, который сменится гололёдом и туманом. В предстоящие дни быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловит выпадение осадков на большей части Казахстана. В северных, центральных и восточных регионах в виде снега. 22-24 ноября на юго-востоке страны сильные осадки в виде дождя и снега. 23 ноября на востоке сильный снег. Резкое понижение температуры может негативно сказаться на здоровье. Несмотря на то, что холод заставляет наш организм стряхнуться и активизирует защитные силы, усиливает иммунитет и помогает справляться с нервозами и стрессом, для некоторых категорий людей морозы могут быть опасными. Особенно болезненно переносит перепады температуры. Это у нас люди пожилого возраста, дети, также излишне эмоциональные люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Вследствие понижения температуры у людей, страдающих легочными заболеваниями, может произойти бронхоспазм, то есть сужение бронхов. У людей, страдающих остеопорозом, может возникнуть повышение болевого синдрома. С приходом холодов учащаются и случаи заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Для укрепления иммунитета и улучшения настроения врачи советуют принимать аскорбиновую кислоту, витаминные комплексы, травяной чай, чаще бывать на свежем воздухе и хорошо высыпаться. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай.